Замороженный объект вот уже несколько лет отравляет людям жизнь. С этой сложной проблемой неделю назад жители обратились в общественную палату Денцовского района. В данный момент общественной палате удалось выяснить, кто же является застройщиком данной территории. Это региональный инвестпроект. С 2013 года территория объекта заброшена, а с 25 марта текущего года разрешение на строительство аннулировано. Сама организация находится на стадии ликвидации. Как оказалось, проблем в деревне Лохино довольно много. Это пожарный проезд, которого уже несколько лет лишены жители. Большое строительство жилых домов по соседству. Выезд на Можайку, ремонт улицы Садовая. Освещение, детская игровая площадка и площадка твердых бытовых отходов. И с детям-то гулять негде. У меня соседка ходит с коляской, с двухлетним мальчиком и с грудным ребенком. И ходит на хутор к лесу гулять, там детская площадка. Вы представляете, вот по этой дороге проезжей. Потому что нет где даже поляны, нет где остановиться. Вот почему мы здесь собрались-то? Пешеходу негде пройти. Я об этом и говорю. Забор, который отгораживает стройку, находится всего лишь трех, а в некоторых местах – двух метрах от жилых домов. Пока его не было, с торца располагалась дорога, позволяющая дойти коротким путем до автобусной остановки. При этом жители вынуждены проникать в свои дома вот по такой узкой тропе, оставленной им от застройщика. Невозможно привезти стройматериалы для ремонта дома. Нет проезда для самих жителей, не говоря уже о скорой и тем более пожарной машине. При плохой погоде узкая тропа полностью размыта. Она становится скользкой, да и вообще травмоопасной. Как показывает практика, такие объекты притягивают разные категории граждан. Мы по этому вопросу общаемся еще с представителями полиции, чтобы узнать криминогенность данного объекта. То есть обеспечен ли он охраной, должным образом соблюдаются ли здесь правила техники безопасности. В любом случае мы будем отстаивать права граждан. Потому что как бы ни было здесь удобно застройщику, владельцу данного объекта, но удобство людей и жилищные условия людей здесь нарушены. В настоящее время, чтобы дойти до остановки, жителям приходится применять акробатическую гибкость. Стоит отметить, что помимо пенсионеров в деревне также проживают семьи с маленькими детьми, в том числе и с новорожденными, которым тяжело обходить ямы и колдобины, маневрируя с коляской. Кроме того, жители поселка боятся за здоровье своих детей. Несмотря на то, что стройка окружена забором, пролезть через щели к опасным объектам не составляет труда даже взрослому. Жалобы от жителей деревни Лохино поступили относительно недавно, то есть неделю назад. Общественная палата Сумского муниципального района, как правило, оперативно среагировала и собирается заниматься их проблемами. И мы приложим все усилия для того, чтобы данную ситуацию разрешить, помочь как-то жителям решить их проблемы. В данный момент общественная палата разбирается с законностью установки ограждения. Даже если оно установлено по всем нормам, здесь нарушены условия проживания граждан. Встреча помогла понять, что у жителей деревни Лохино эта проблема уже просто накипела. И у них осталась надежда только на общественную палату. Члены комиссии, консультанты, эксперты обещали досконально проработать вопрос дальнейшей судьбы объекта и сделать официальное заключение. Мила Тарасевич, Артем Аманусов, телекомпания «Одинцова». Все равно здесь ничего.